Истина открывается, когда смотришь на совершенные вещи. Смотри как просто. Заходи на ватшоп, авторизуйся, закинь немного деньжат, крутани рулеточку и получи свой танк. Заходи скорее! Скидка 30% действует ровно день! Ссылка в описании. Здравствуйте, друзья! С вами Маракаси. Сегодня я хотел бы показать вам отличный бой на ПТ-САУ 10 уровня Объект 263. Бой произошел на карте Монастырь. Игрок сразу же подъезжает на центр и успевает тут выстрелить разок по Лорену. Ну еще и заодно вытанковывает. Далее наш герой решает тут такую вот интересную позицию занимать. Ну не все на самом деле про нее знают, что отсюда простреливается хорошо кишка, а также центр соответственно. Получается пробить 44-ку, но удивительно, что противник тоже наносит урон. Дело в том, что у Объекта 263 очень картонный НЛД, и даже у 44-ки хватает пробития для того, чтобы наносить туда урон. Осталось у 44-ки мало ХП. Игрок пытается ее добрать, и 44-ка сама подставляется. И удалось ее забрать, конечно же. Далее немного тут видно врагов, например, Мауса. Но мешает дом. Приходится чуть вправо тут ехать. Отсюда уже вроде как Мауса немного совсем видно, но только башню его. И в щеку башни все-таки удается его пробить. Остальные противники совсем чуть-чуть тут видны. Только Маус огромный виднеется. И удается нанести ему дамаг. Если у противника много тяжелых больших танков, таких как, например, Маус, Е100 или Т5 Хэви, то, в принципе, имеет смысл занимать эту точку и отсюда обстреливать врагов. И, в принципе, место безопасное. Тут вряд ли вас смогут засветить. И можно нанести тут урон, пока противники подставляются в кишке. Удалось еще продамажить тут ВЗ-120, но далее наш Объект-263 понимает, что уже стоять тут смысла нет. Светится тут наша ПТ-САУ. Противники уж точно теперь не выйдут, когда знают, что тут такая ПТ-шка опасная стоит. И Объект-263 все-таки еще старается выцелить кого-то. Хотя, похоже, это совершенно бесполезно. Повезло, что в этом бою нету арты. Тут, конечно, она могла бы накинуть. Ну, а так игрок просто стоит и ждет момента. Ну, и вот тут появился Батчат сверху. Как-то он смог выцелить нашу ПТ-САУ. И сейчас нужно к нему наведаться и отомстить ему. Вдалеке светится тут по пути Тартой. С удается его забрать. Ну, и теперь предстоит встреча с Батчатом. В принципе, эта цель опасная, конечно же. Но если в клинче попытаться с ним сражаться, тогда не должно возникнуть особых проблем. И удается противника, конечно, с легкостью пробить. Хотя от Батчата нередки. Рикошеты всяческие, иногда даже непробитие. Похоже, Батт на перезарядке. Объект вовремя подъехал. Дает плюху Бату. Ну, вот он, похоже, перезарядился. Но для него это уже поздно. Объект его добирает. Сзади подъезжает РУ-251. Наверное, хотел тут ПТ-шку на ходову разобрать. Но у него ничего не вышло в итоге. Противники выезжают из кишки. Но пока что их встречает там радужный объект 268 союзный. Ну, и наш герой пытается тут крыть базу. Ну, в принципе, место очень даже неплохое для этого. Но пока что врагов не видно. Внезапно сзади появляется Ваффентрагер Борсик. Успевает он выстрелить. Но удается все-таки отправить его в ангар. Тут еще появляется Теп-62. И тоже его удается ликвидировать. Но врагов явно больше. Они побеждают. И объект 268 еще тут слился. Теперь наш герой остался вместе с СУ-101 на монастыре. И сейчас придется встретиться с большим количеством противников. Засвечивается Е5. И удается его пробить. Игрок старается тут прятаться за колоннами. Противник стреляет по СУ-101 пока что. Тут проходит непробитие. Ну, снаряд угодил в буслю. Игрок старается выстрелить НЛД. И удается забрать Е5. Но тут еще одна проблема. Подъезжает сзади очередной противник М103. Игрок его пробивает. Клинчуется. Это, конечно, совершенно верно. Клинч это одно из самых опасных орудий этой ПТ-САУ. М103 не пробивает пока что. И наш герой этим пользуется. Раздамаживая вражеского тяжа. Противник, конечно, совершенно неграмотный. Он был уже кумный зарядитель и фугас. И давно бы решил исход сражений. Но получилось как получилось и весьма выгодно для объекта 263. Осталось уничтожить ИС-3, а также Як-Панзер Е100. Я не знаю, что делал объект 263. Зачем он сюда поехал в угол. Может быть, помолиться в церковь. Какой-то ритуал специальный, чтобы тащить дальше. ИС-3 уничтожает СУ-101. Игрок, опять же, использует Клинч. Пробивает ИС-3. Тут объект откатывается. Старается больше двигаться. Ну и ДПМ и решает. Удается уничтожить тяжа вражеского. Ну и осталось расправиться с Як-Панзер Е100. ПТ-шка вражеская. Очень, конечно, опасна. У нее там завод булочное пробитие. Может быть, игрок прятался тут от Яги. Как раз, может быть, она как-то могла тут простреливать. Не знаю точно. И вот она, Яга. Сюда прямо сводится, но мажет. И далее, конечно, за счет высочайшего ДПМа удается тут разобрать Як-Панзер Е100. Ну, хорошо, что имеются подкалиберы. Поэтому Яга пробивается без проблем. Это победа. Давайте заценим результат. Медаль Редли Уолтерса. Спартанец. Стальная стена. Основной калибр. И войн. 11.339 урона. И 8 фрагов. Очень даже хороший бой. Мне лично он понравился. И я считаю, что ПТ-саут добротный. Ну, на какой еще ПТ-шке можно вот так вот поехать. И почти что в ближнем бою раскидать всех. Желаю вам удачи, друзья. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok